Что сегодня вообще с русским языком происходит? Как он меняется? Мы немножко сейчас, мне кажется, переживаем этап такого успокоения языкового. Вас молодежная речь больше бесит? Пилолога не должно смущать ничто. У вас же есть ковидный словарь. Словарь ковидных антипословиц. Например, «Знай сверчок свой мазок». Это программа «Евразия. Дословно». Здравствуйте! Сегодня наш гость – доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета Валерий Макеенко. Валерий Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте! У меня в руках ваш труд. Словарь фразеологических синоменов русского языка. Как давно вы собираете такие выражения в копилку? У нас в Ленинграде был замечательнейший писатель Лев Васильевич Успенский. Он написал замечательную книгу «Слово о словах». И вот когда я в детстве ее прочел, мне захотелось самому собирать слова, выражения. И вот с той поры, уже больше 70 лет, я записываю то, что знаю, выписываю из книг. Вы как-то упомянули, что любите наблюдать за носителями, молодыми носителями русского языка в естественной среде. Вот интересно, как вы это делаете? Вы ходите по кофейням и, простите, каворкингам и прислушиваетесь? А сейчас мне не нужно ни в какие кафе ходить, у меня студенты. И, конечно, молодежная речь – это огромный мир. От молодежи что вы интересненького слышали? Жить по фэншую. Пожалуйста, китайский язык начал уже быть востребованным. Вас молодежная речь больше бесит? Филолога не должно смущать ничто. Мы слушаем. А запрещать должны юристы, а не мы. А мы фиксируем. Вас студенты называют фразеологически гуру. Ну, насчет гуру, не знаю, это судить индусам. А, конечно, я бы и не стал филологом, если бы с детства меня не интересовала русская речь. Что сегодня вообще с русским языком происходит? Как он меняется? Мы немножко сейчас, мне кажется, переживаем этап такого успокоения языкового. Особо никаких новшеств нет. Вот пришел Петр Первый, наводнил нашу речь голландскими словами, потом немецкими. Произошла революция. Тоже пришли заимствования. Мы думаем, что советы и советская власть – это русские слова. Да ничуть. А чьи? Это перевод из немецкого «рат». «Рат» – это совет. Социалисты все время переводили с немецкого на русский, появлялись советизмы. А советы – это то же самое, что «ратхаус». Правда, что язык, ну, не только русский, а любой, за счет заимствований становится беднее? От заимствований язык всегда только приобретал. Первое приобретение было в 911 году, когда князь Олег подписал договор с греками. Тогда на Руси появилось много византийских, греческих слов. Этимологи подсчитали около 80% в русском языке заимствований. Собака – татарское слово, лошадь – татарское слово, а бутерброд – парикмахерское. Поэтому кто говорит, что заимствование – это объединение русского языка, они просто не хотят заниматься лингвистикой. Вы ведь еще в экспедиции ездили? Конечно, это одно из любимых моих дел. Но особенно нашим таким любимым детищем является Псковский областной словарь с историческими данными. Картотека этого словаря – более двух миллионов карточек. Каждый год наши студенты ездят в экспедиции. И со студенческих лет я езжу в Псковскую область, мы месяц там живем, записываем у бабушек и дедушек, я и сам уже сам стал дедушкой, то, что слышим. Так накопилась картотека. Это сегодня вот такая больше архивная работа или нам, современным носителям русского языка, еще пригодятся вот эти вот словечки такие яркие, местные? Как же не пригодятся, если вся классическая литература начиналась с симбиоза книжного и разговорного? Многие диалектизмы могут прорваться в литературный язык. Вот я сейчас слышу, политики постоянно употребляют выражение «заводить рака за камень». Еще до 90-х годов никто его не знал, а в русских диалектах оно было. Вот откуда-то оно выплыло. А что это значит? Это значит, политики говорят, не надо заводить рака за камень, это значит что-то обтекаемо о чем-то говорить, вместо того, что прямо. Ваши иностранные студенты, когда они открывают, например, вот этот словарь, что их впечатляет больше всего? Ну да, ведь вот одна студентка из Сербии меня спросила, что такое «вешать лапшу на уши». Она уже в каком-то романе современном прочла, пришлось ей объяснять. Конечно, таких выражений очень много. Для того мы лингвисты и лексикографы существуем. Даем их толкование, после этого, если хватает сил и знаний, объясняем, откуда что пришло. И очень много таких псевдорусских, вишенка на торте, в одной лодке, не менять коня на переправы, это все заимствование. Конь тоже? Конечно. А он откуда? А он, знаете, от кого? Только никому не говорите, от американского президента. Это сказал Линкольн. Второй раз, когда его избирали в президенты, а по Конституции это было запрещено, он выступил в Конгрессе и сказал, да, по американской Конституции я не могу второй раз баллотироваться, но идет гражданская война. А мне один старый датский фермер, датч фарма, сказал, «Не меняйте коня на переправе». Не надо менять коня на переправе. Вот почему я остаюсь президентом. А вы говорите. У вас же есть ковидный словарь. Словарь ковидных антипословиц. Да, ковидных антипословиц. А например? Ну, например, «Знай сверчок свой мазок». Все пути ведут в Ухань. Термин «антипословица» – это же вы его ввели? Что это такое? Термин этот предложил мой американский друг, профессор Вермонтского университета, который Солженицына лично знал. Профессор Вольганг Мидер. Но при всем уважении к нему российский научный интернет ссылается на вас, поэтому… Ну, мы сделали словарь антипословица русский, конечно. Мы собирали с моим другом из Германии, профессором Харри Вальтером, да. И вот этот словарь несколько раз выходил. А это вот смеховая культура, как Бахтин говорил. И Дмитрий Сергеевич Лихачев. Вы ведь еще и соавтор словаря «Русского сквернословия». Там такая интересная пометка на обложке. Краткий, но выразительный. Как вы его создавали, кто вам помогал? Я работал в Германии. И одна девушка подошла ко мне, говорит, Валерий Михайлович, вот я была в Москве, мои друзья приглашали меня, говорили и смеялись. Я записывал, я когда посмотрел, у меня последние волосы дыбом стали. Русский мат. А она не понимает, над ней смеются. И она попросила, я целый спецкурс провел, объяснял. А где собирать-то, выйдете, на улицу этого найдется. Я на заводе работал. И там мне мой учитель в токарном деле, знаете, когда объяснял, он ни одного термина практически не употреблял. Каково мое было удивление, я потом задал своему студенту тему токарная терминология в русском и чешском языке. Каково мое было удивление, когда я узнал, что одно из его слов было действительно термин. Всего единственное. Но вам не скажу. Валерий Михайлович, большое спасибо за беседу. Я напоминаю, это была программа Евразия дословно. Наш гость Валерий Макиенко, доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского госуниверситета. Оставайтесь с нами. Вместе интересно. Редактор субтитров А.Семкин